Нужна любовь, иначе включается карма. Для чего между нами противоречия? Они нужны для того, чтобы включалась или любовь, или карма. Когда включается карма, будут вилы. И вилы эти будут нарастать до той степени, что близкий человек становится лютым врагом. Когда ты не принимаешь и не принимаешь, не принимаешь и не принимаешь, противоречия разрастаются до безумия, в котором ты уже близкого человека не считаешь мужем, а просто мы вместе живем. Это твоя проблема. Это значит, что у тебя нет любви в сердце. Ты не можешь принимать человека. А как принимать? У меня нет сил принимать, Олег Геннадьевич. Как вот его принять? Его невозможно принять. А у тебя нет сил, потому что ты не знаешь, откуда его брать. В обычном состоянии откуда люди силу берут? Вот в обычном состоянии откуда силу берут? Ну в обычном состоянии откуда мы силу берем? Вот отсюда, из сердца. Просто изнутри. Захотелось пойти в магазин, пошел в магазин. Сила пришла изнутри. Это называется жить по карме. Захотелось в магазин, пошел. Не захотелось, сижу. Это означает пассивное существование, в котором нет выхода. Это капкан судьбы. Теперь смотрите второй вариант. Когда человек связывается со святостью, с божественной силой, хочется ему в магазин идти или не хочется. Он помолился, и вдохновение пришло, пошел в магазин. А это уже называется не карма. Это называется свобода человека. Человек, который способен в какой-то момент переключиться с внутренней силы. Многие даже не знают, что такое переключение есть. Они просто ждут, когда внутренняя сила придет. Они говорят, Олег Геннадьевич, ну когда же я смогу рано вставать? Ну когда ты сможешь? Потому что карма так действует. То плохо, волна плохая идет, то оп, хорошая волна пошла. Она периодами идет. Ну ты и так и живи. То не могу вставать, то смогу. То могу, то не могу. И люди, которые силу изнутри черпают, они так и живут всю жизнь. То могу, то не могу. То прощаю, то не прощаю. То живем вместе, то расходимся. Я стою на одном, а ты на другом. Но если человек понимает, что это не способ жить, у него появляется знание, что силу надо брать от святости, он тогда начинает молиться, служить не своим желанием, хочу того, хочу чего, а служить святому человеку. Как служить святому человеку? Надо ему кланяться и выполнять его наставления, учиться. Просто хотеть хотя бы выполнять. Желание означает уже путь, уже направленность есть. Я кланяюсь ему, хочу жить для тебя, хочу служить тебе, хочу жить так, как ты хочешь. В результате благодать Божья приходит. Что такое благодать Божья? Хочется вставать рано, хочется идти в магазин, хочется прощать, хочется принять человека. У тебя появляются силы принять, появляются силы простить. Это называется благодать, это победа над судьбой, понимаете? Вот этого нам в жизни не хватает. И все подходят, вот сейчас после лекции люди подходят, одно и то же. Олег Геннадьевич, не могу принять человека. Какой ответ? Молись. Когда я 50 раз такой ответ даю, другая женщина ко мне разок подошла. Олег Геннадьевич, у меня ребенок меня не слушается. Что, опять молиться? Я говорю, а вы хоть раз это делали? Может, есть какие-то практические решения? Я говорю, так это и есть самое практическое решение. Ну как вот я начну молиться, и ребенок меня начнет слушаться? Вот именно. Ну как это происходит? Сейчас объясню. Вот смотрите. Проблема заключается в том, что нам не хватает силы любить. Между нами противоречие, между нами камень стоит, потому что камень нечем растапливать. Мы с вами истощены. Карма истощает человека, и человек живет в страдании. У него нет отношений с людьми, с прибродой. Он выходит на улицу, у него насморк, ветер подул насморк. Почему нет гармонии с воздухом? Он встречается с близким человеком, начинает скандал. Почему нет гармонии с близким человеком? Вся гармония возникает только из любви. Любовь имеет божественную природу. Нам единственного, чего не хватает, это и божественной силы. Мы пустые. Мы не наполненные. У нас нет силы. В этом вся проблема. Почему ты не можешь устроиться на работу? Ты приходишь, на тебя смотрят и говорят, нам такие не нужны, до свидания. Все, даже не разговаривают с тобой. А у тебя нет силы. А ты наполнись силой и приди к нему. Он посмотрит на тебя, нам такие нужны. Все. Здравствуй наступает. До свидания заканчивается. Проблема всех людей в этом обществе заключается в том, что они не понимают причину своих страданий. Причина – нехватка силы, которая дает любовь. Эта сила имеет божественную природу. Некоторые думают, сила от близкого человека должна прийти и ждут, когда же он меня полюбит. До свидания. От человека такая сила не приходит. Он сам нуждающийся. Мы все нуждающиеся. Некоторые кошечку заводят, чтобы от нее получать эту силу любви. От нее тоже не приходит. Она тоже нуждающаяся. Она дает вам любовь, потому что кушать хочет. Настоящая сила свободная, которая освобождает человека от рабства, вот этой зависимости, скованности жизни, она исходит от святости, мои хорошие. От святости. Нет другого способа ей прийти. И даже то, что я вам лекцию читаю, и вы меня слышите, это тоже не моя заслуга. Думаете, у меня некоторые говорят, у вас такие способности, такой раторский дар? Способности не меняют жизни людей. При чем способности? Нужна сила, чтобы менять. Откуда сила берется от святости? Святость — это что такое? Это энергия Бога. Нужно настроиться на наставника. Нужно думать о старшем, чтобы к тебе пришла эта сила. И это просто способ жить, это настрой. Одни люди знают, что так надо жить, а другие не знают. Вот и всё. В этом разница. Не то, что один лучший человек, другой хуже. Одни знают, что силу надо брать извне, а не изнутри. То есть нужно поклоняться святости. Это поклонение в сердце идёт внутри. Но сила приходит от Бога, понимаете? От объекта. От объекта приходит какой-то святыни. Многие люди вообще считают, что никакой святости нет. До свидания победа над судьбой. Всё. Шансов нет. Надо узнать о том, что святость есть. Надо об этом узнать, изучать этот вопрос. Мы изучаем многие вещи. Некоторые считают, чешуйки на теле изменить. Диссертацию пишут. От сколько чешуек у кобры? Очень важное знание. Может, вам поизучать, есть святость или нет? Для того, чтобы изменить свою жизнь. Итак, метод очень простой. У меня нет возможности внутренней. Я не верю, что сохранятся отношения с кем-то. Это значит, что у тебя нет силы верить и всё. Потому что, что мешает отношения строить? Между одной душой, которая соткана из любви, и другой душой, которая соткана из любви. Что мешает строить отношения? Груз судьбы. А груз судьбы – это просто объём работы. Бог же вас соединил зачем-то? Или он ошибся? Бог может ошибиться? Поднимите руку. Кто считает, что может ошибиться? Нет. Значит, он вас соединил до экзамена. Вы её сдаёте, семья становится счастливой. Всё. Это гарантия. Бог не соединяет людей просто так. Вы говорите, я в это не верю. Это ваша проблема. У вас нет опыта. Вы не знаете, что работа над отношениями, она идёт внутри, а не снаружи. Можно орать человека, выяснять с ним отношения хоть тысячу лет. Ничего не меняется, потому что в сердце не устанавливается отношение. Нет возможности жить вместе. В серебряные свадьбы, негаснущий костёр. Где костёр горит? Где костёр горит? В сердце. В серебряные свадьбы, душевный разговор. Не бла-бла-бла-бла-бла-бла, а душевный разговор, мой хороший. 25 лет прожить можно как вместе, когда есть душевный разговор. Когда ты душой чувствуешь душу другого человека. Не половыми органами половые органы, а душой душу. Понимаете разницу или нет? А для того, чтобы душу чувствовать, надо прощать человеку каждый день. Надо чистить отношения, прощать, просить прощения. Думать хорошее, вспоминать, как мы встретились каждый день. Чистоту человеческую вспоминать, его душевность вспоминать. Это труд. В сердце труд нужно проводить. Даже мне просто читать вам лекцию, мне надо думать о том, какие вы хорошие. Надо вспоминать это, потому что вы же хорошие. Вы три часа слушаете лекцию, а три часа болтаете. Что легче, болтать или слушать? Легче болтать. Слушать тяжелее. Это значит, вы как минимум лучше меня, потому что вы три часа слушаете. Я еще не факт, смогу ли я три часа послушать кого-то или нет. Вот об этом надо думать, когда ты читаешь лекцию. Твой человек или нет, как узнать? Хороший вопрос. Смотрите, допустим, если ты видишь человека, и у тебя замкнуло сразу, значит не твой. И сразу увидела, в постели с ним хочется, значит не твой. Увидела человека, познакомились. Спокойное чувство. Начали общаться много общего. Он не принц на белом коне, а просто нормальный человек. Обычный парень. В сердце спокойно с этим человеком. Чувство спокойное. Кажется, что как будто мы уже были знакомы. В сердце спокойное чувство. Нет сильного влечения к человеку. Не колбасит. Просто спокойное чувство. И отношения развиваются медленно, спокойно. У вас нет бурной реакции никакой. А просто в кино ходим, там общаемся. Это признак того, что отношения будут долгие и счастливые. И в такой семье обычно сначала трудно. То есть люди общаются друг с другом, много противоречий. Они пытаются их решить с помощью разговора, беседы. Отношения углубляются. Сначала горький вкус, потом сладкий. Это признак того, что долго будет жизнь. Поднимите руки, у кого так развивались отношения. Поднимите руки теперь из тех, кто подняли, что у вас вы долго живете вместе. Долго, больше семи лет. Вот и все. Вот это ответ. Теперь второй тип отношений. Отношения развиваются так, что человек чувствует привлекательность другого человека. Ему нравится человек. Мы чувствуем с ним, что нам хорошо. Мы развлекаемся с ним. Нам нормально. Мы постепенно хотим создать семью. Решаем, что будем вместе. У нас все вроде бы нормально. Трудностей сильно больших нет. Нет, есть противоречия с родителями. Не хватает квартиры. Не хватает денег. А так все нормально. Это развитие в страсти. Что будет дальше? Дальше будут трудности усугубляться, если вы не встанете на путь благости. Третий вариант. Встретились в пьяном угаре на дискотеке. Обнаружила себя с ним в постели, когда отрезвела. Вроде бы хороший человек, потому что жить больше не с кем. А этот вроде бы прилип. Но будем поживем вместе, не расписываться не будем, будем жить гражданским браком. Это называется построение семьи в невежестве. Но даже когда она в невежестве возникла, ее можно сделать благостной через духовную жизнь. Человек не может быть благостным, страстным и невежественным. Человек — душа. Душа имеет духовную природу. Если ты очищаешь душу свою, очищается душа и близкого человека. Потому что вы связаны друг с другом в сердцах. Кто такой родственник? Это тот, кто связан с тобой в сердце. У тебя чище жизнь становится, у него тоже становится чище. Это происходит автоматически. Хочу я этого или не хочу. Поэтому очень трудно практиковать духовную жизнь рядом с человеком, который не практикует. Потому что ты и себя наполняешь, и его. Таким образом ты побеждаешь свою судьбу. Потому что он представитель твоей кармы. Когда девушка ко мне подошла и сказала, Олег Геннадьевич, а вы можете показать мне мою судьбу? Показать. Вот вы говорите, у тебя такая судьба. Я в это не верю. Покажите мне мою судьбу. Я хочу ее видеть. Я говорю, могу. Она, как? Я говорю, очень просто. Поставьте перед собой всех своих родственников. Всех своих друзей, близких, знакомых, близких. Начальника завода. Вот это ваша судьба. Вот это плохая судьба, это хорошее. А это вообще очень хорошее. А эта судьба меня замучила уже. Это нормально. Вот это судьба. Судьба воплощается в людях вся. Ее не надо показывать в фильмах, писать на транскриптах каких-то. Просто вот люди, это твоя судьба. Это закономерно. Всегда так бывает. Никогда не бывает по-другому. Понятная система, да? Если ты принял всех этих людей, простил, значит, ты победил свою судьбу. Все. Это называется победа над судьбой. Но уж для того, чтобы это сделать, надо трудиться в душе. Трудиться. Трудиться означает. Думаю о святости, кланяюсь. Хочу тебе служить. Хочу думать о тебе. Хочу выполнять твои наставления. Читать священные писания. Изучать, как правильно жить. Слушать лекции. Есть свободное время слушать лекции. Нет возможности молиться, слушайте. Потом начнете. Сначала душа наполняется, потом отдает. Молитва это уже отдает. Когда человек начинает молиться, он меняет свою жизнь. Когда слушает, наполняется знанием. Но он сначала наполнится, потом будешь отдавать. Начал отдавать, все меняется вокруг. Там, где светлячок летает, становится светлее. А там, где лампочка горит, уже почти день. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная. Солнце взойдет. Солнце в ведах сравнивается с Богом. Когда в человеческой жизни восходит вера, и когда в человеческой жизни восходит нравственность, когда восходит совесть, тогда тьма сама рассеивается. Люди в основном занимаются тем, что они сражаются с ситуацией. Олег Геннадьевич, как мне сделать так, чтобы мой муж разговаривал со мной нормально? Никак не сделаешь. Ты живешь во тьме. Для того, чтобы тьма рассеялась, нужно, чтобы солнце в твоей жизни зашло. Сначала просто думай о святости, увеличивай солнце в своей жизни. Оно увеличивается, муж сам постепенно успокоится. Его не надо менять, его не надо трогать. Сделай так, чтобы солнце в твоей жизни зашло. И тогда у тебя все в жизни будет хорошо. Бог мне подарил хорошую семью. Это правда. Чудесного мужа, любимых детей, прекрасных родственников с обеих сторон. Но мне очень трудно дается работа над собой. Часто впадаю в гнев, раздражительность, лень, уныние. Легко обижаюсь. Хороший человек пишет или плохой? С первого взгляда плохой, да? Бог хороших родственников подарил, а ты, дура, такая, обижаешься, гневаешься. Чего бы тебе не жить нормально? Так это неправильное восприятие этой записки. Потому что человек не видит в родственников плохого. Это значит, что он находится в благости. Да ком он будет видеть плохое тогда? Плохое же в жизни обязательно должно быть. Где он будет плохое видеть? Только в себе. Это означает, что он на правильном пути находится, этот человек. И поэтому у него все хорошо в жизни, что он на правильном пути. Встаньте на этот правильный путь. Научитесь видеть в себе. И тогда все люди вокруг растут. Они станут хорошими. Умом все понимаю. Слушаю лекции, но я никак не могу сделать значительных подвижек в работе над собой. Как правильно работать над собой? Правильно продолжать. Очень медленно тает карма. Когда человек уже начал это делать, чувствует, что все вроде бы как бы делаю уже. Но что-то все то же самое. Все то же самое. На самом деле все меняется. Изменить судьбу непросто. Много жизней копили эту карму, а теперь ее сжечь ведь непросто. Поэтому у вас все хорошо идет. Смотрите, вы как уже написали красиво записку. У меня сразу из сердца вырвалось благословение. Там в сердце же Бог сидит. Когда в сердце радость возникла, значит, он уже вас благословил. Значит, вы уже на правильном пути. Все будет хорошо уже у вас в жизни. Скажите, пожалуйста, что делать жене, если муж очень добрый, замечательный, ответственный, очень заботливый. Она предана ему и искренне с ним, но она его не любит и не может расслабиться с ним наедине. Не любит означает не втыкает муж, не втыкает. Надо, чтобы он кайф давал, понимаете? Кайф муж должен давать. Значит, любит. Смотрите, она что говорит. Муж добрый. Если ты чувствуешь, что он добрый, это любовь, нет? Он добрый, это любовь? Тишина в студии. О, значит, вы не знаете ничего об этом. Если я чувствую, что человек добрый, значит, я его люблю. Любовь – это не означает, что меня от него колбасит. Любовь – это любовь, как в фильмах пока. Любовь. Она знает, что муж добрый. Это любовь. Замечательный. Это любовь. Ответственный. Видишь ответственность в мужчине, значит, ты его любишь. Очень заботливый. Значит, ты его любишь. Я преданно ему. Это значит, что ты точно его любишь уже. Сто процентов. Потому что верность – это третья стадия уже любви. Первая стадия – сначала принятие идет. Потом уважение человека идет. Это более высокий уровень любви. Уже уважение присутствует. Потому что что значит уважение? Ты видишь в нем хорошее, значит, уважаешь уже. Смотрите, ты принял человека, и вот тебя спрашивают, что у тебя за человек? Ты говоришь, ну, нормальный, бывает хуже. Уже капелька любви есть. Уже принял все, уже есть принятие. Дальше второй вариант. Я спрашиваю, как у тебя близкий человек? Он добрый, ответственный, очень заботливый. Это уже как минимум есть уважение. И теперь человек дальше говорит, я преданно ему. А это уже третья стадия любви. Означает верность. Я хочу, чтоб жили лебеди. Люди, которые верны друг другу, в ведах называются лебеди. Хамсы. Хамсы означают благостные люди. Есть люди-парамахамсы. Парамахамсы, подобные лебедям. Как парамахамса означает «святой человек» на санскрите переводится? Что значит парамахамса? У лебедей есть несколько свойств, которые описываются в ведах. С лебедями сравниваются чистые возвышенные люди. Первое свойство. Белый цвет означает чистота. Второе свойство. Когда лебедь плывет по воде, у него не смачиваются перья. Он остается сухим. Точно так же и человек благостный, он живет в этом мире, и ни на кого не сердится, не обижается. Этот мир грязный, не касается его. Он всем прощает и просит прощения. Третье свойство. Лебедь, когда в молоке, когда в стакан с молоком и с водой смешан, молоко с водой. Лебедь берет вот так вот молоко с водой вместе, и он начинает так, такие движения в горле делать. И молоко оседает на стенках, а воду он выплевывает. Таким образом, он разделяет истину от лжи. Лебедь способен отделять молоко, то есть суть. Молоко — это энергия любви коровы. Он отделяет суть, любовь, от грубости и невежества. Он видит любовь в человеке. Лебеди всегда смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Они не разговаривают друг с другом, как вороны. Сидят. Они плывут в одну сторону молча. Они болтают слишком много. Лебеди живут в чистых водоемах, где нет грязи, а вороны на свалках. Вороны имеют черный цвет, лебеди имеют светлый цвет. Лебеди, когда один лебедь уходит из жизни, второй тоже уходит. Они никогда не бросают друг друга. Воронам по барабану. Они живут гражданским браком. Лебеди бесконечно ценят друг друга. Они очень верны. Они видят самое хорошее друг другу. Вороны видят самое плохое. Выбирайте, где вам жить. Среди ворон или среди лебедей. Подумайте и примите решение. Жить среди лебедей означает трудиться над собой. А жить среди ворон значит трудиться над этим миром. Опять колбасы в магазине нет. В чем дело? Президент страны дурак. Это вороны. Лебеди так не живут. Они уважают правительство. Они уважают свою судьбу, свою страну. Они уважают своего близкого человека. Они уважают общество, в котором живут. Стараются его сделать лучше. Понимаете? Итак, ответ на эту записку очень простой. Если вы хотите, чтобы совсем прямо... Совсем, чтобы просто решить проблему, то встаньте. Я вам сейчас прямо ее решу в секунду. Кто написал записку? Есть такое чувство? Наверное, стесняется. Проблема заключается в том, что вы не знаете, что такое любовь. Все. В этом вся проблема. Вы не понимаете, что такое любовь. Вы хотите наслаждаться этим человеком. А любовь означает верить в него и служить ему. И это и есть настоящее глубокое чувство. Но оно возникает, когда ты его принял в свою жизнь. Понимаете? Многие люди не хотят такого чувства. Они хотят балдеть от близкого человека. И называют это любовью. Вот когда ты увидел это все в человеке и начал ему служить такому, вот это и есть любовь. Это чувство бесконечно глубже и радостнее, чем просто наслаждаться человеком. Ответ уяснен? Да? Поняли, о чем я говорю? Иногда Бог дает такие благословения людям, что Он соединяет людей без влюбленности. Он дает им верность, видение чистоты друг друга, а влюбленность не дает. Это благословение или проклятие? Это благословение. За то, что человек с прошлой жизни был очень благочестивым, и поэтому ему Бог не дал соблазна. Бог не дал возможности разрушить свою жизнь. Понятно, да? Верный человек бросить никогда не сможет. Человек, который видит хорошее в мужа, как она сможет относиться к нему плохо? Да? Все уже хорошо в этой семье. Скажите, пожалуйста, как нужно вести себя жене, и что делать, чтобы муж стал проявлять себя смелым и решительным, и стал сильнее духом? Хороший вопрос. Спасибо вам большое. Сейчас я вам все расскажу про это. Смотрите, если женщина Каждое утро молится, чтобы увидеть силу в своем муже. Он становится сильным. Она должна увидеть в нем силу. У каждого мужчины есть сила. Есть, допустим, мужчины, чуплые выглядят внешне. У них есть сила психическая. У некоторых физическая есть сила, у некоторых психическая. Но если у человека нет силы, он не может в мужском теле родиться. У каждого мужчины есть какая-то сила, ее надо увидеть. Если женщина начинает видеть силу, она видит искорку в костре. Даже если костер почти потух, но в нем увидел кто-то искорку, дальше что происходит, что он делает? Раздувает огонь, да? То есть увидела искорку в муже. Молись об этой искорке. Раздувай ее. Больше пытайся ее увидеть. Пытайся ее больше понять. И он начнет расти в этом качестве. Потому что женская энергия – благословляющая сила. Или проклинающая. Женщина, которая видит только плохое в муже, она грызет сук, на котором сама сидит. В результате придется высоко падать. Или река течет через берега, или река течет в русле. Когда она в русле течет, что происходит? Русло углубляется. Берега становится круче. Надо просто захотеть потечь в русле. Вот спросите у себя женщине, я хочу дальше с этим человеком жить или нет? Если не хотите, значит вы через берега лезете. А если вы лезете через берега, берега размываются, мои хорошие. Они не могут быть высокими. Если вы хотите сделать так, чтобы мужчина был сильным, надо заставить себя духовной силой молиться. Я хочу заставить себя жить с этим человеком. Я хочу принять этого человека. Я хочу верить в него. Я хочу считать, понимать, что это мой человек, что это мой муж. И тогда он будет становиться крепче. Если вы думаете, мне бы лучше уйти от него, я уже устал от такой жизни, тогда он будет становиться слабее. Система понятна? Допустим, вы хотите, чтобы муж был ответственным. Для этого нужно женщине перестать принимать решения в жизни. Отпустить ситуацию. Допустим, муж не зарабатывает. Ну и вы не зарабатываете. Расслабьтесь. Вы же зарабатываете от жадности просто. Вам хочется больше. Поэтому вы работаете. А если вам хочется счастья, а не больше, тогда перестаньте зарабатывать. Кто первый пойдет работать? Женщина думает, блин, я, наверное, пойду. Но это ваши проблемы. Значит, у вас нет силы ответственности. Ответственная женщина никогда первой не пойдет работать. Она сделает так, что мужу придется пойти работать. Ответственная женщина будет поститься вместе с детьми. А у мужчины, понимаете, есть порог, вот такой вот порог, после которого он становится мужчиной. Понимаете, у мужчины есть две грани. Вот как у горы есть верх и низ, так у мужчины есть две грани. Одна грань – это инертность, а вторая грань – это подвиг. Мужчина не может жить просто так, вот как женщина. Она живет просто так. Она живет просто каждый день что-то делает. У нее нет ни подвига, ни инертности. Она просто живет каждый день. Но мужчина так не может. У него не такой склад психики. Мужчина может или лежать на печке, или сражаться. Если ваш мужчина лежит на печке, это значит, что вы его еще не разбудили. Будите. Как будить? Надо расслабиться. Перестаньте работать. Сидите дома. Муж не работает. Говорит, нет, не нашел я такую работу, которая бы подошла по моей природе. Хорошо, мой хороший. Я тоже не могу найти такую работу. Я работаю не по своей природе. Все, я сижу дома. Деньги кончились. Дети начинают орать. Жена нервничает. Настроение плохое. У женщин настроение плохое. Кто страдает больше, женщина или мужчина? Мужчина. Вы ошибаетесь. Мужчина страдает больше, чем женщина. Он же живет в доме, мужчина питается настроением жены. Вот, допустим, у мужа плохое настроение. Вы к нему подходите и говорите, что такое, в чем дело, подходите или нет? Думаю, да пошел нафиг, пускай там сидит себе с своим плохим настроением. И пошла своим делами заниматься. Он сидит с плохим настроением. Ну, пусть сидит себе, Господи. Какие проблемы. Теперь у женщины плохое настроение. Муж подходит? Подходит. Что такое? В чем дело? Я тебя трогаю. Значит, зависимость очевидна. То есть, мужчина зависит от настроения женщины. Но управляйте этим процессом. Как женщине сделать так, чтобы муж начал соображать? Ну, сделайте плохое настроение. Походите недельку. У каждого мужчины есть свой порог активности. Понимаете? Надо просто найти этот порог. Многие женщины даже не понимают, что бывает по-другому. Вот муж лежит на печке. Работать не хочу. Надо понять его порог. Может быть, у него порог очень такой. Понимаете? Это айсберг с большим дном. Но это значит, что у него и большая верхушка потом будет. Понимаете? Его надо раскачать. Поезд тяжелый. Нужно запустить, потом не остановится. И работать. Неделя, две, три, четыре. И раз. Что, уже кто-то нервничать начал, да? А? Нет, не умер. Там по-другому будет. Сейчас объясню. Такой лежит на печке, лежит. Там бабах. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Мужчине надо войну, понимаете? Надо в бой идти. Он сматерится, пойдет работать. А потом уже не остановишь. Почему? Потому что мужчине надо включиться, потом не выключишь. Понимаете? У него так психика устроена. Его надо включить. Почему мужчина, женщина не может включить мужа? Потому что она сама такая. Она сама безответственная. Разве у ответственной женщины муж может не работать? Да она его придушит просто. Как у ответственной женщины муж может не работать? Это вообще возможно или нет? Конечно нет. Если муж не работает, значит вы тоже безответственная. Потому что ответственность женщины направляется на мужчину, а ответственность мужчин направляется в общество. Если вы как безответственно к нему относитесь, он разбаловался, он обнаглел, делает, что хочет, изменяет, это признак вашей безответственности, вы не можете прилагать к нему силы, а чтобы прилагать силы, надо их иметь. А где силы взять от Бога? Молитесь, получайте силы, мучайте мужа. Замучайте, пойдет сражаться, будет жить нормальной мужской жизнью. Надоело, блин, Олег Геннадьевич, работать заставлять не могу. Ну потерпи еще немножко. Потом, когда встанешь, будешь благодарен. Мужчина потом благодарен женщине, говорит, она меня замучила, я пить бросил, спасибо ей. Нормально же. Это любовь называется. А ходить и делать вид, что ничего не замечают, это не любовь, это предательство. Но мучить нас с любовью. Как укрепить веру в Бога? Вера укрепляется с помощью отношений. Самый лучший способ упрекления – это общаться с тем, кто верит. Это сильно укрепляет. Но общаться надо с верой, надо доверять. Вера означает доверие. Есть люди негативно настроены, есть позитивно. Позитивное отношение означает веру. Просто доверять человеку, который верит сильнее, и эта вера переходит к тебе. И второе – это правила. Вот, допустим, некоторые думают, правило – это что-то такое большое. Правило – это очень маленькая вещь. Допустим, вы решили пять минут в день, каждый день молиться. Пять минут в день всего. Кажется, да, ну, пять минут ничего не меняет в жизни. Вы ошибаетесь. Пять минут, но каждый день. Вот у кого пяти минут в день нет? Поднимите руку. Пять минут нет в день. Есть? У каждого человека пять минут есть в день. Это значит, что завтра все с утра пять минут молятся. В чем проблема? Почему вы не молитесь все равно? Потому что у вас нет веры в это и желания. Надо вдохновиться, значит, сначала, слушать лекции. Когда появляется капелька веры, молитесь пять минут каждый день. Начнете пять минут каждый день молиться, захочется десять молиться. Потом двадцать, потом тридцать. Время будет находиться сто процентов. Потому что время находится на том, что нужно в жизни. Начинайте с малого. Допустим, я поздно встаю. На пять минут раньше вставайте. Но каждый день. И потом еще раньше, еще раньше. И так вы выползете из этого невежества. Проблема заключается в том, что люди неправильно понимают, что такое развитие. Развитие — это требовать от себя правильных вещей понемножку, а не сразу ногу. Большинство людей хотят на девятый этаж прыгать. Не надо прыгать на девятый этаж. Олег Геннадьевич, я никак не могу наладить отношения с мужем. А ты пробовала? Нет. А почему? Мне кажется, это невозможно. Начни с первого этажа, с первого шага, с первой ступеньки. Просто сделай первый шаг, потом второй, потом третий. На пятом этаже уже поймешь, что возможно. Потому что половина пути уже прошла. как сохранить отношения, если один из партнеров мужчин... Опять партнеров. Каких партнеров? Вы что, собачки, что ли? Если один из партнеров закрыт для разговора, для того, чтобы он был открыт для разговора, вам надо в своем сердце из партнера сделать мужа. Партнеры никогда не открыты для отношений. Смотрите, есть три типа брака. Брак в невежестве означает партнер, партнерша. Означает сожители. Это брак в невежестве. Означает между вами нет совести совсем, нет веры. Как же тогда вы можете поменять человека? Между сердцем нет отношений. Сердца не связаны друг с другом. Для того, чтобы они были связаны, надо перевести. Хотя бы брак в страсти, это гражданский. Это брак в ЗАГСе. Люди в ЗАГСе расписываются, это в страсти брак. Он благословлен родственниками, обществом, людьми. Когда люди в храме венчаются, значит, это уже какой брак? Благостный. Это значит, что они Богом уже благословлены. И Бог будет защищать эту семью. Не даст ей развалиться. Ну хорошо, у вас, допустим, сейчас гражданский брак. Ничего страшного. Это ваш уровень развития. Начните двигаться по маленьким шажкам. Не надо думать, что если я его не отвела в ЗАГС, значит, у нас нет возможности жить вместе. Неправильно. Просто первое, что сделаете, с помощью молитвы начните считать его мужем, своим мужем. Как вы думаете, что раньше происходит? Человек раньше считает женой девушку или сначала роспись? Если он женой ее не считает, значит, росписи не будет. Как можно с чужой девушкой расписываться? Сначала человек принимает человека, а потом это приводит к закону, закреплению отношений. Надо начинать принятие это. Оно может длиться какое-то время. Когда вы поймете, что это ваш муж, а не партнер, в эту же секунду, я вам обещаю, в эту же секунду, вы сможете начать с ним разговаривать. Он перестанет быть закрыт для разговора. Потому что закрытость означает холод в сердце. Вы когда мужем его почувствуете, означает ворота открылись. Начались отношения. Принято? Что означает, когда жена требует секса от мужа? Нормально. Ей понравилось просто. Агрессивно, требует, с истериками. А мне не хочется. Ну понятно. Кому-то должно не хотеться. Все одно и то же. Просто смотрите, как у женщин работает система, как у мужчины. Мужчина с самого начала хочет секса. Почему? Потому что у женщины наслаждение исходит от всего тела, а у мужчины только из одного места в теле. Поэтому, естественно, когда энергия только в одном месте скапливается, хочется, чтобы это место было как-то задействовано, наслаждение. Поэтому мужчине всегда хочется секса грубого. А женщина хочет отношений, ласки. Это тоже секс, только тонкий. Женский секс. Отношения погладить, поцеловать. Но это не значит, что у женщины грубого секса не бывает. Просто у женщины психика работает по-другому. Она сначала не знает, хочет она или нет. Женщина привязывается к тому, что получает очень быстро, а мужчина привязывается к тому, чего хочет. По-другому работает система. Мужчина хочет с самого начала. Потом, когда он получает, он хочет уже меньше. А женщина, когда получает, хочет больше. Это значит, что она распробовала уже. И теперь начала требовать. Вот если муж принес побольше зарплату, чем обычно. Это хорошо или плохо? Это хорошо, женщины говорят. Но в следующий раз ему уже трудно будет приносить зарплату поменьше. Потому что жена его придушит. Она уже привыкла к новой зарплате, понимаете? Женщина привыкает к тому, что ее дают. И потом начинает душить человека. И так, что если ты хочешь побольше сексов заниматься с своей женой, еще подумай, стоит ли так жить или нет. Потому что потом, может быть, ты не сможешь уже такие стандарты держать. Она будет тебя душить. Все хорошие. Мужчины, женщины. Надо возвышенно изучать. Возвышенно думать друг о друге, учиться. Возвышенно. Я вновь и вновь хочу прославлять тех, кто служит этой великой, необъятной России. С очень хорошими правителями, благочестивыми. С хорошими людьми. Тех людей, которые хотят, чтобы в этой России не было паянства. Есть один удивительный человек, которого зовут Владимир Георгиевич Жданов. Этот человек, вопреки всей алкогольной мафии, пошел ва-банк, не боясь погибнуть от случайной пули, выпущенной от неслучайного человека. Он пошел бороться за народную трезвость в России. Статистика, которую вы не знаете, ужасает. 40% взрослого населения в России в трудоспособном возрасте умирают от пьянства. Страна вымирает. Когда Горбачев, который все так не люди, отменил пьянство и сделал сухой закон, это длилось всего несколько лет. И в эти несколько лет, демографически, в нашей стране рождаемость стала одной из самых первых в мире, а смертность стала одной из самых последних. И тогда ученые задумались и начали смотреть, как с пьянством связана рождаемость. И они увидели, что чем больше литров на душу населения потребления спиртного, тем меньше рождаемость и больше смертность в нашей стране. Фактически, это зелье убивает нацию. Каждый год смертность превышает рождаемость на 500 тысяч. Это значит, что половина вашего города вымирает в год в нашей стране. Это значит, что Крым, который мы присоединили, вымрет через 5 лет. Понимаете, какая беда или нет? Вот этот человек, он в одиночку начал с этой бедой бороться. И вот здесь есть люди, которые борются вместе с ним. Уже тысячи, сотни тысяч людей бросили пить благодаря этому одному человеку. Многое молодых людей присоединяется к этой программе, которая называется «Общее дело», которая была одобрена в свое время Медведевым и наставником президента Путина, отцом Тихоном. Итак, смотрите, здесь есть «Общее дело» – это стенд, выйдите в фойе, посмотрите. За указанный период с 1 января по 1 апреля 2014 года добровольцы участвовали в 47 мероприятиях по профилактике употребления алкоголя и табака. Также за указанный период на мероприятиях присутствовало 2020 человек. И так далее. Дальше перечисляются конкретно, сколько разных категорий людей, там 5-40 мероприятий, сколько вузов участвовало, сколько школ и так далее. Мы не будем это все перечислять, просто возьмите и подойдите к ребятам, которые стоят за столиком. И есть координатор проекта «Общее дело» в Татарстане. И, пожалуйста, помогите им. Тем, что просто возьмите лекции, хотя бы перепишите себе, переписывайте, записывайте новый диск каждую неделю и дарите кому-нибудь подарок. Когда лекции Жданова начинают слушать, смотреть, люди бросают пить. Это неизбежность. Он обладает божественной силой в этом плане. Он Богом посланный человек. Я видел много примеров, как это происходит. Кто из вас бросил пить благодаря лекциям Жданова? Поднимите руку. Пожалуйста, вот здесь такие люди. Вот это такое объявление, которое я сделал. Надеюсь, оно вас не утомило. Спасибо.